Вика забросила свой ютуб-канал, теперь тут буду я. Мы будем готовить моти, как вы уже поняли, с названием видеоролика. Вуаля, и все ингредиенты уже на столе. Алюминий не несет в микроволновку. Ой. Ой. Микроволновка уже не хочет пускать. Блядь. Перемешиваем все до однородной массы. Кстати, уже очень хорошо вмешается. Иисусе, Болоса, не сохрани, спасибо. Я не знаю, что говорит, надо. Чтоб не треснуло, главное, чтоб не треснуло. Всем привет. Вика забросила свой ютуб-канал, теперь тут буду я. Всем привет. Сколько лет, сколько зим не было видео на моем ютуб-канале. Ну что, нужно исправляться. Сегодня будет видео про готовку, а именно, мы будем готовить моти, как вы уже поняли, с названием видеоролика. Но перед тем, как мы начнем видео, не забудьте подписаться, поставить лайк по традиции. И, конечно же, уведомление, колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Сейчас мы покажем вам рецепт, по которому мы будем готовить, а потом в конце видеоролика мы поймем, получилось ли у нас хорошо или ожидание реальность. Для вкуснейших пирожных водни сахар, молоко, хорошо перемешай. Добавь рисовой муки, перемешай до однородной массы и отправь в микроволновку на пару минут. Достань и еще раз хорошенько перемешай лопаткой, чтобы было так. Накрой пищевой пленкой и еще раз убери микроволновку на пару минут. Тесто готово. Перемешай и дай отдохнуть в пленке, пока не остынет. Пока оно остывает, сделай крем, мешай шоколад и мягкий сыр. Можешь положить все это дело в кондитерский мешок, чтобы было удобно, возьми кукурузный крахмал и делай хороший массаж нашему тесту. Вот таким вот образом. Катай колбасу, повешу ее на 8 частей и в каждой части скатай шайб. Накрой пленкой, чтобы не заветлилось тесто. Теперь с помощью рук раскатай тесто. Вот такого размера. Добавь крем, сделав небольшое углубление для джеба, который накроем кремом. Затем защипываем на шмоте вот таким вот образом и передаем форму. После охлаждения выложу на тарелку. Разрежь, посмотри, что получилось и съешь, пока никто не видит. Легко! Ну легко, сможем, ребят. Мы уже купили все ингредиенты, сейчас мы вам их покажем. Вуаля, и все ингредиенты уже на столе. Здесь у нас имеется клубничное молоко, а точнее шейк, но сгодится как молоко. Пищевая пленочка, белый шоколад, рисовая мука, мы нашли его в украинском магазине. Клубничный джем, кукурузный крахмал, сливочный сыр и сахар. А еще специальная штучка, в которой мы вырежем дырочку и будем вот так вот накладывать джем. Первый этап. Нам нужно добавить 2 столовые ложки сахара. 2 столовые ложки это 50 грамм. Вот так вот. И 200 грамм молока. Давай. Хорошо сахар с молоком перемешиваем. Теперь добавляем рисовую муку, нужно добавить 100 грамм. Отмерять будем по чашечке, пол чашки где-то приблизительно. Поэтому сыпем. Так. Вот так. Так, ну что, добавляем и нужно смешать это все до однородной массы. Так. Опа. И смешиваем. Вика, алюминий не несет в микроволновку. Ой. Ладно, мы это дело сейчас перельем куда? Ну перельем. Перельем. Все будет хорошо. Так. Рекламная пауза. Жалко это не снимала. Я еще чуть-чуть... Ой. Я просто хочу больше, понимаете? А где ложка? На глаз. Мы, короче, решили делать на глаз. Просто у того чувака там больше было. А так как мы перелили, там немножко этой муки рисовой, там немножко меньше. Поэтому я решила добавить. Так. Все. Перемешиваем. Никогда не суйте в микроволновку алюминий. Потому что будет плохо. А поэтому мы перелили в обычную тарелочку. Ой. Ничего, ничего. Сейчас все будет. Все есть? Ну а тебя это не смущает? Смущает. Все. Так, да? Идут. Так. Отлично. Справились, можно сказать. Теперь вот это вот все дело с пленочкой. Нам нужно поместить в микроволновочку. Пойдемте. А на сколько минут? Не помню. А теперь мы посмотрим, на сколько минут и вернемся. Давай. Выставляем все это дело на две минутки. Все, ждем. Прошло две минуты. Быстрее. А теперь нужно будет сейчас хорошенько все перемешать и снова в микроволновку на две минуты. Блячьи, блядь. они многовато молока ребят у нас короче не получилось есть нам нужно чтобы все это стало сплошным кусочком поэтому немножко выльем потому что на такое количество молока скорее всего очень мало рисовой муки было мне кажется вот еще надо немножко отходим от рецепта да а теперь мешаем накроем пленочка еще раз поставим на две минуты микроволновку ну ребят не все так просто во первых во вторых мы первый раз жизни делаем моти не судите строго может быть будет ожидание реальность я не знаю но увидите все в конце видеоролика микроволновку уже не хочет пускать блядь что это так надо давайте ай с горем пополам мы вытащили эту пленочку а теперь перемешиваем сюда однородной массы кстати что-то получается да да смотри как камень каменная просто запах вкусный стоит вообще так теперь вот это дело еще раз мы решили поставить на минуту потому что мы боимся что тарелочка треснет она и так горячая поэтому пока что на минутку и посмотрим по консистенции опять пузырь ну в этот раз я буду умнее о да да тесто тесто ура это победа хватит хватит оно прям застыло может это мы приборщили может молочка чуть-чуть подлить я не знаю не ну чего смотри уже лучше стало видишь смотри как тебе не очень если сравнить как у него и как у нас не ну смотри смотри нормально нормально оно распадается даже если оно распадается вообще форумы мы все равно сможем сделать моти наверное после это все тесто будем скатывать в один комок о лепится да вроде да ура победа и так и дать остыть да мы сейчас будем делать крем а пока тесто у нас остывает вот какое оно у нас получилось красивое да пока оно будет остывать мы будем делать крем погнали вместе с нами для крема нам нужно вступить шоколад вот он мы уже поставили чайник вот и смешать его сливочным сыром аккуратненько заливаем кстати тарелочка полностью под шоколад получилось и растапливаем его Лиза все еще залей все успехом рукожопые рукожопые сейчас нам нужно смешать белый растопленный молочный шоколад сейчас нам нужно сейчас нам нужно смешать растопленный белый шоколад со сливочным сыром Так, открываем. Так, засыпаем. У нас просто много теста, много моти будет. На всю семью. Мама придет такая, еще и скажет спасибо. Так, и берем вторую. Мы специально взяли больше, потому что думали, что не хватит. Так, все, теперь развязаем молочный шоколад и выдавливаем в нашу типа свесь. Ой, ебать. Вау. Вау, он такой вкусный. Так, мешаем. О, что, очень много получилось есть. Ничего страшного. Съедим. Мы решили не ждать, пока шоколад затвердеет, там загустится, и перелить сразу типа в кондитерский пакет. Тесто уже более-менее остыло, оно тепленькое слегка. И берем кукурузный крахмал. Все, хватит. Ой, как он приятный. Как смех. АСМР. Сейчас я пойду помою ручки, чтобы вытащить тесто. Я думаю, он сейчас скрепится, мне кажется. У нас не получилось, походу. Мы лохи, у нас не получилось обхитрить рецепт, поэтому мы делаем тесто заново. Но я уже не буду показывать, как это все делается. Вы, в принципе, знаете рецепт, поэтому просто покажем, что из этого получилось. Короче, только что сходила, купила обычное молоко, потому что это химозное делается комками, и оказывается, нужно... Ну, вообще, там клубничное молоко в рецепте, но я думаю, обычное должно подойти, потому что клубничного у нас в магазинах нет, к сожалению. И это наша последняя надежда, ребят. Тесто. Дубль 2. Если сейчас не получится, мы решили с Лизой так. Мы сделаем 2 больших моти и закинем в холодильник. Не, ну лепится лучше, знаете. Мы все делали по рецепту, но, видимо, руки не из того места все-таки, или, может быть, мужик что-то недоговаривает. Нет, ну слушай, слепить получится. Получится? Я думаю, да. Колбаску сделай. Сейчас. Ну, все сделаю. Ну, почти. Ребят, мы будем делать то, что получается у нас. Если у вас получается лучше, не судите строго, потому что мы уже все нервы на это потратили. Разрезаем, на сколько получится частей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. У-у-у-у! Теперь каждую часть скатываем в блинчик и насыпаем туда начинку. Офигеть. Я уже думала, что все надежды потеряны. Если бы не тесно, все бы получилось. У нас такой вот один большой, огромный моть будет. Моть. Моть. Вот маленькие моти и один большой моти. Будет. Наверное. Наверное. Сейчас мы, наверное, первое, что наложим на большую моть. Сначала это. Да, сначала это. Так. Соединить. Как-то я многовато, да, насыпала? Да. Моть какает. Да, слежи просто. Я пошутила. Лепится теперь? Нет. Пиздец. Давай его тоже. Это первый блинком. Знаешь, как говорят? Похоже на моти. Ребят, заказывайте. У нас моти фирменные. Красивые. Ой, блядь. Давай лицо сделаю вот так и закрою. Сейчас все получится. Давай. Не то, что на ной. Чуть-чуть. Все. Да. Хватит. Это джем. Давай. Все, хватит. И накрывай. Давай, ты сможешь. И накрывай. Давай. Это, наверное, самая угарная часть. Вот. И вот, получился. Отправляем в морозилку. Такой ей моти. Такую емищеную. Че? Вылазит что-то? У нас получилось два моти. Три. А, это уже не моти. Это уже какое-то говно на палочке. Все, морозилку. Не, можешь с этим что-то сделать? Что с ним сняли? Я уже сняла. Это будет неплохо. У меня слезы. У тебя на волосах что-то? Нормально. Отправим в морозилку. Вкусно. Нелась. На час в морозилку. Итого. У нас получилось три моти. Все. В нем пока застынет. Короче, пока наши моти остывают в морозилке, мы сделали себе бутерброды. Потому что очень вкусная начинка получилась. Хоть что-то у нас получилось, блядь. Ну, посмотрим, какие моти будут после часа в морозилке. Лизочка, я приготовила кушать. Да, без шуток, ребят. Мы сейчас это будем пробовать. Кстати, почему у нас не получилось, мы не знаем. Мы делали все по рецепту. Если вы знаете, напишите в комментариях, что мы сделали, блядь, не так. Моти. Это на чебурек похоже. Пахнет у нас. Ничего так плохо. А если плохо, то плохо. Не, ну, знаешь, если бы не тестов, то вкусно. Ля, как мне это прожевать? А главное не рогать потом. А можно сразу начинку? О, с начинкой. Смотрите. О, у меня красивенько. Это мне капли не похоже на мультик. Это ужасно, ребят. Не судите строго. Мы с вами уже выржались, выплакали за кадром. И вырвались. Ну, короче, что сказать? Ну, что сказать? Хуйня. На этом все. Спасибо, что досмотрели наш видео-кулинарный блог до конца. Надеюсь, вам было хотя бы интересно и вы поражали с нас. Вот. А насчет этого, насчет начинки, вот единственное, что с Моти мы сделали правильно, это начинку. Короче. Все, всем пока. До новых встреч. Пока. Пока-пока.